Разработку комплекса поручили НИИ-20. Комплекс должен был располагаться на гусеничных шасси высокой проходимости, время развертывания, как только он откроет огонь, этого избежать, стрельнул. Комплекс, естественно, получается немножко сложнее, более миниатюрная аппаратура и вибрация, технология изготовления чуть-чуть сложнее получается. Комплекс «Круг» приняли на вооружение в 1965 году. Основным подразделением комплекса стал зенитный ракетный дивизион. В него входили станции обнаружения целей и три станции наведения и три пусковых установки. Машины имели противопульную броню и оснащались системой противоатомной защиты. Масса каждой 2,5 тонны, а длина 8,5 метров. К ракете пристыковывались пороховые стартовые ускорители. Они разгоняли ее на начальном этапе траектории, после чего в действие вступал прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Топливом для него служил авиационный керосин. Такая схема ракеты позволяла уничтожать цели, летящие почти с тройной скоростью звука, то есть практически все типы самолетов и крылатых ракет. Максимальная скорость движения гусеничных машин составляла 64 километра в час. Стартовые позиции пусковые установки занимали, как правило, схода. При этом время развертывания комплекса составляло всего 5 минут. Рабочее место командира дивизиона находилось... Вокруг размещались пусковые установки. Все сигналы боевого управления между элементами комплекса передавались по радиоканалам. ...пусковой установки и конкретной ракеты. 11-й и 12-й готовы. Цель подходит в зону пуска. Когда цель входила в зону поражения, командир батареи производил пуск. Сближение ракеты с целью и... Подрыв ракеты происходил после срабатывания неконтактного радиовзрывателя на расстоянии менее 50 метров от цели. В процессе эксплуатации комплекс неоднократно модернизировался. В результате дальняя граница зоны поражения увеличилась до 50 километров, а нижняя граница уменьшилась до 150 метров. Комплекс «Круг» предназначался для защиты крупных воинских формирований фронтового значения, включая штабы и войсковой пыл. «Круг» занимал верхнюю строчку в иерархии самоходных зенитных ракетных установок. Продолжение следует...